Проливные дожди прошли на территории Хабаровского края. По данным синоптиков, это следствие аномально жаркой погоды в июле. Осадки вызваны смешением теплых и холодных воздушных масс. В Хабаровске городская инфраструктура в очередной раз не прошла испытания дождем. Подробности в репортаже Ульяна Крамаренко. Вот смотрите, озера, Венеция, дождь прошел. Вот как тут ходить? После дождя на редакционный ватсап пришли десятки видео. Хабаровчане жалуются на затопленные дороги, тротуары и придомовые территории. Второй Хабаровск. Улица Клубная. Местные жители сегодня с трудом добирались до работы. У дома 86 на проспекте 60-летия ситуация еще хуже. Все, машина в плак пошла. Ну пусть нас услышат, а, наконец-то. На улице Краснореченской в районе 56-й школы неисправной ливневки сточная вода собирается на пешеходной зоне и отрезает путь к трамвайной остановке. Хотя совсем недавно на этом участке дороги сделали реконструкцию. Причиной скопления воды на улице Краснореченской на отремонтированном участке является нерабочая система линевой канализации в районе ДК «Русь», которая была повреждена в момент строительства данного дома культуры. Здание дома культуры построено более полувека назад. Реконструкция проводилась в 2006 году. В мэрии сообщили, что ливневки на этом участке отремонтируют в ближайшее время. Муниципальный контракт уже заключен. Последствия ливня в Хабаровске сегодня устраняли 4 бригады дорожных рабочих общей численностью 15 человек и 6 единиц техники. По словам синоптиков, подобная погода в августе не аномальна. Началом осени это считать не стоит, но и июльской жары в крае уже не будет. Неустойчивая погода сохранится в течение недели. К выходным погода начнет налаживаться. Температура, конечно, повысится, будет 23-28 и временами коротковременной дожди. Обильные дожди в регионе прошли местами. И критичного повышения уровня воды в реках гидрологи не ожидают. Июль был вроде бы и с дождями, и в то же время они были такие локальные ливневые, которые не дали большую водность на реках. Поэтому в основном на реках сейчас наблюдается пониженная водность. На данный момент в Амуре уровень воды ниже нормы на 2 метра. В малых реках может произойти подтопление низкопойменных мест. Ульяна Крамаренко, Сергей Демьяненко, Телеканал «Губерния».